В эфире Канал Россия. Итоговая информационная программа. События недели. В студии Ашемец Пхешков. Доброе утро. На этой неделе в Минеральных водах в рамках проведения 21-й всероссийской выставки племенных овец и коз состоялась двухсторонняя рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В ходе встречи стороны определили ключевые направления развития сельскохозяйственной отрасли республики. Внимание акцентировалось на развитии отрасли животноводства и садоводства в Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов рассказал о высоких темпах развития садоводства в регионе. В частности, реализуется крупный проект сады Карачаева-Черкесии. Вместе с тем, уже в семи муниципальных районах реализуются программы высадки мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Глава республики также сообщил, что он обратился к руководителю Минсельхоза России с просьбой рассмотреть возможность дополнительной государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся выращиванием овец. А также в сфере мелиорации. Стороны обсудили и совместную работу по реализации программы комплексного развития сельских территорий. Прошло 157 лет со дня окончания Кавказской войны, ставшей одним из самых драматических событий за всю историю народов республик Северного Кавказа и всего юга России. 21 мая прошли траурные мероприятия в городах и районах республики. В Черкесске у мемориала жертвам Кавказской войны руководство региона, представители духовенства и общественных организаций, жители столицы почтили память погибших поминальными молитвами, воспоминаниями трагических событий полуторавековой давности и возложением цветов. 21 мая, как день траура, отмечается митингами и шествами не только в республиках Северного Кавказа и Краснодарского края, но и в Абхазии, а также в странах, где проживают черкесская и абазинская диаспоры. Ровно в полдень метроном отсчитал минуту молчания о погибших в этой масштабной войне. Сегодня для жителей нашей республики особый день. Ежегодно, 21 мая, представители всех народов нашей республики собираются вместе, чтобы отдать дань памяти жертвам Кавказской войны. Одно из самых продолжительных, драматичных и кровопролитных войн в истории человечества. До сотен тысяч людей военные действия на Северном Кавказе и при Черноморье оказались трагическими и роковыми. Вынужденный массовый исход коренного населения Северного Кавказа стал поистине всенародной трагедией. События 60-х годов 19 века до сих пор отзываются болью в наших сердцах. Народы Северного Кавказа оказались заложниками военного конфликта между крупнейшими державами того времени. Народ, который пережил эту трагедию, война, которая длилась 101 год, это же не одно поколение. Это люди рождались и умирали во время войны. Для народа это огромная трагедия, потому что мы потеряли 90% населения. В Османскую империю было переселено. Можно сказать, была дорога, усеянная трупами. Для нашего народа это просто страшная катастрофа. Которая вот 157 лет это и не много, и не мало. Но наш народ не забывает, потому что у нас с этим связано все. Карачаево-Черкесия была первым регионом, где впервые увековечили память адыгов, павших в той войне. Сегодняшний гость нашей программы доктор исторических наук Фатима Озова. Много лет изучает историю Кавказской войны. С ней встретилась Шерифат Лепшокова. Больше 150 лет прошло со дня окончания Кавказской войны. Масштабы этой трагедии замалчивались довольно долгий период. И неудивительно, что в последние годы вскрываются все новые и новые факты. И как парадокс, чем дальше от нас война, тем больше интерес она вызывает. Как вы думаете, с чем это связано? В этих словах кроется и ответ на вот тот вопрос, который вы мне задали. Интерес не только историков, но и обычных людей к проблеме, к истории Кавказской войны. Как мы знаем, в истории многих обществ, стран, народов много трагических событий. И Кавказская война, которая продолжалась 100 лет, конечно же, это целая эпоха в истории и Российской Федерации, и Кавказа. Связи с Россией имели место с середины XVI века, плотные такие. А потом вдруг началась эта война, которая закончилась тем, что изменила жизнь Кавказа, народов Кавказа. Она стала такой точкой, которая перевернула жизнь народов Кавказа. К сожалению, вот как вы сказали, история Кавказской войны недостаточно хорошо изучалась. Хотя многие ученые, есть традиция изучения Кавказской войны. И в постсоветский период изучение Кавказской войны приобрело новый импульс. Многие вопросы и проблемы, которые раньше в силу каких-то идеологических причин, может быть, замалчивались, не изучались, стали изучаться. А интерес людей можно объяснить тем, что, конечно, помимо индивидуального сознания существует историческая память, массовое сознание. И даже человек, который не очень сильно просвещен в этих вопросах, он чувствует, что это была важная веха в истории Кавказа, в истории каждого из наших народов. И, соответственно, в судьбе каждого человека, который причисляет себя к Кавказскому обществу. Вы много лет занимаетесь этой непростой темой. Во многом, благодаря вашим исследованиям, люди все больше и больше узнают о тех событиях. Но когда вы рассказываете о страшных, часто героических, фатальных событиях, есть ли у вас чувство сопричастности, чувство личной трагедии? Безусловно, мы все люди. Я, например, не могу заниматься, например, какими-то вещами, которым я равнодушна. И я исследую те вопросы, которые мне интересны, которые трогают не только мой ум, но и сердце, скажем так, прежде всего. Но это не значит, что у меня, как у историка, я вообще, не только я, но и вообще любой профессиональный историк, прежде всего, должен опираться на факты. И, конечно, у меня нет заданности в каком-то вопросе, когда я начинаю исследование. Я чаще всего думаю одно, а тот фактический материал, который я набираю, мне позволяет делать совершенно другие выводы, чем те, с которыми я вот, с каким мнением, с каким представлением я приступала к работе. Конечно, история Кавказской войны, прежде всего, я хотела бы сказать, имеет огромную фактологическую базу. Огромную. К сожалению, у нас очень мало историков занимается историей Кавказской войны, вообще историей Кавказа сейчас. Очень мало кавказоветов. И миллионы единиц документов, я, наверное, не ошибусь, если так скажу, но сотни тысяч уж точно, мы еще даже не смотрели, не читали, не изучали. Многие вопросы исследованы, но сейчас очень актуально говорить, мне кажется, не только о военной составляющей, но и, например, о правовой и дипломатической. Я, например, вот у меня работа по институту Аманатства, этот институт, когда я приступала к исследованию его, мне казалось, ну, я как и вот клише, которое там, такой стереотип у историков сложился по большей степени, так вот, и посчитала, что это институт заложничества, казалось, что это был институт дипломатического заложничества. И вот взглянув на, скажем, историю Кавказской войны уже через ракурс института, через эти материалы, которые имеют отношение к институту дипломатического заложничества, Мы буквально можем по годам прослеживать зарождение военной составляющей в отношениях, скажем, черкесов с Санкт-Петербургом. То есть до этого в большей степени дипломатическая составляющая. И на документах мы видим, как она сходит на нет и усиливается военная составляющая. То есть я что хочу сказать. Историю войны нужно изучать, конечно, и через военные действия, через военные такие события, скажем, факты. Но очень важно смотреть на войну со стороны дипломатии, со стороны права, с культурологической даже точки зрения. Понимаете? И я, например, вот у меня есть цикл работ, где я анализирую вопросы права. Например, меня интересовал вопрос, каким образом всё-таки, вот, например, гуманитарное международное право, которое сейчас сложилось, оно же не в одной части сложилось, оно развивалось на протяжении 17-19 веков. И важный компонент этого международного гуманитарного права – это обычаи и право войны. Война – это тоже жизнь, и она должна тоже какие-то правила иметь, какие-то нормы. И когда мы анализируем эти материалы, вот по этому вопросу, мы видим, что обычаи и права войны кавказских народов, в частности, черкесов, очень близко и к российскому уставу, и к европейскому обычаю права войны. Я к чему это говорю? Что совершенно другой взгляд на эту кавказскую войну, которая отличалась от многих европейских, так называемых, войн тем, что она была, скажем так, термин, который стоялся – варваризирована. И тут мы варваризирована, то есть совершалось много военных преступлений. Например, право войны не позволяет жестокое отношение к безоружному человеку, к женщинам, к детям, к старикам. А в период Кавказской войны объектами вот таких жестоких преступлений было и гражданское население, которые за них и не выкуп не давалось, и их не обменивали, их отдавали в крепостничество. Понимаете? Свободных людей. Да, свободных людей. Поэтому вот эта практика, конечно, она устрашала, и в плен старались не сдаваться. Но я же еще раз хочу повторить, что мы должны хронологически, вот просто постепенно, например, ситуация и характер Кавказской войны в начале XIX века, и в середине XIX века он различный. Поэтому даже вот такие обобщения, вот, они довольно… нужно всегда ссылаться на время. Вот 1820 год – это такой водораздел. Я хотела спросить у вас, знаю, сколько вы статей пишете на эту тему. Хотелось бы узнать, какие цели вы прежде всего ставите для себя, когда раскрываете эти очень простые цели? Ну, вообще, я целей особых не ставила, и не ставлю. Вообще, это мне просто… моя любимая профессия. Конечно, для любого ученого главная цель – это поиск истины. И я люблю вот эту присказку «Сократ не друг, но истина дороже». Я говорю, что чаще всего исследование фактографии какого-то того или иного вопроса приводит к совершенно другим выводам, которые ты предполагаешь в начале. Вот, например, у меня есть несколько статей по очень трагической странице истории Кавказской войны. Это депортации черкесов в Османскую империю. Депортации подверглись наряду с черкесами Абазины и Нагайцы частично. Вот в этот период – 1856-1864 годы, если мы берем. Это, наверное, самая страшная страница истории Кавказской войны, самая трагическая страница, и самая сложная, и самая трудная, скажем так, и самая такая, ну, для исследователей, может быть, неудобная. И вот я когда… я решила для себя разобраться. Что это было вообще? Вот, как оказалось, большая часть материалов важнейших по истории депортации опубликована. Она опубликована в 12-м томе актов Кавказской археографической комиссии. Там просто настолько всеобъемлющий, можно сказать, такой взгляд на эту проблему, что поиск других документов, конечно, он внесет коррективы, разорвет это видение, разовет это видение, но принципиально нет. Когда я уже проанализировала всю документацию, я пришла к совершенно парадоксальному выводу, к которому я никогда бы не могла прийти, если бы я не изучала вот тщательно весь тотальный, тотально, скажем так, весь объем материала, который был у меня на тот момент. Вывод заключался в том, что депортация черкесов в 1856-1864 годах, вот решение о депортации принималось очень тяжело, во-первых. Ради справедливости надо сказать, что существовало несколько альтернативных планов завершения войны на Кавказе, именно вот в Черкесии, в Западной Черкесии. И вот у меня есть, например, статья «Планы генералов Филипсона и Евдокимова. Проблема выбора». Или там «Планы генерала Евдокимова в свете военного права XIX века». Или там вот «Этапы выселения черкесов в Османскую империю». Вот в этих статьях на огромном комплексе материалов, на большом комплексе материалов удалось сделать вывод, что шла очень ожесточенная, можно сказать, борьба вокруг российского генералитета за план, который будет принят по завершению Кавказской войны. Если вот оценивать 100% кавказский генералитет, российский генералитет, который был вовлечен в Кавказскую войну, то, наверное, 99% генералов, которые имели отношение к этим событиям, были против депортации черкесов. Уважение к врагу? Нет. Гуманистические ценности, на которые они указывали. Вот в 12 томе все это очень хорошо описано. Все решения по Кавказу принимал Кавказский комитет. Кавказский комитет, когда ему представили план депортации, сначала депортация предполагалась не в Османскую империю, а в Ростовскую область, на Дон. Кавказский комитет категорически отказался утверждать этот план, говоря, что этот план бесчеловечный в отношении черкесов. Что нельзя такую массу людей в этот период трогать место, поднимать место, переселять даже вот на Дон. Была такая практика управления, скажем так. Она, насколько я понимаю, ведет свое начало. Это чисто имперская практика. И она имела место даже и в период существования Византийской империи. И была, ну она, видимо, как-то реанимирована была и в 19 веке. То есть такие примеры есть и в истории других государств. Но то, что в отношении черкесов было сделано, это, конечно, тотальная депортация. Что я хотела бы просто, чтобы наши зрители поняли, что историю Кавказской войны нужно изучать и можно изучать в различных аспектах. И важно, мы еще не приступили даже к исследованию этих всех аспектов. И когда мы многие принципиальные вопросы, правовые, дипломатические, военные, личностный фактор, скажем. Вот когда мы изучим вот эти сто лет вот в этих ракурсах, и потом мы сможем сводить историю Кавказской войны и уже делать какие-то, видимо, выводы. Мы все знаем фразу, ставшую уже растиражированной уроки истории. Но помимо памяти, как вы думаете, чему нас, потомков, может научить та война? Мы начали разговор с Люсиэна Февра, с его высказывания, что история – это наука о прошлом и наука о будущем. Не зная свое прошлое, общество не может выстраивать своего будущего. И сейчас, мне кажется, было бы полезно, во-первых, изучать историю Кавказской войны, например, можно было бы через фольклор. И насколько это бы сблизило людей разных национальностей. Мы должны понимать, что народы Кавказа всегда жили рядом, бок о бок, дружили друг с другом. Были институты. Даже вот сейчас, когда вспоминают об этих институтах, очень формально и очень так, неглубоко об этом говорят. Всё это можно вплести в нашу современную жизнь, и это бы оказало очень благотворное влияние на каждого члена общества. И это настоящие человеческие ценности. Главный девиз был «Честь превыше жизни». Сейчас, наверное, об этом мало кто вспоминает, что такой вот девиз жил. Это же целые века, эпохи под этим девизом люди жили и развивались. И этот исторический прогресс во многом был достигнут благодаря тому, что человек вот так выстраивал в системе этой ценности свою жизнь. Можно было бы на том же фольклорном материале воспитывать наших детей. Фольклорный материал богатейший у всех народов по истории Кавказской войны. Может быть, он и немногочисленный, но есть такие песни, которые за душу трогают и которые останутся в памяти маленького человека на всю его жизнь. И дадут ему такой урок человечности и нравственности, такой фундамент заложат в него, что он об этом никогда не забудет. Вот вы, наверное, знаете вот эту песню карачаевскую, которая оплакивает жителей вот разоренного черкесского аула. А ведь есть и материалы, документы, которые говорят о том, что детей, выживших в этой трагедии, забрали к себе карачаевцев, воспитали их, они там остались. Песни вот я упоминала, черкесские, о том же мухаджирстве. Я вообще была удивлена, когда я делала доклад, вот была конференция в 2014 году, кажется, в МГИМО, и доклад был мухаджирства в исторической памяти черкесов. И вы знаете, что главный рефрен вот этих трагичнейших песен? Они описывают, как их выселяют, весь этот путь, эту депортацию. Но рефрен тот, что они обращаются к Всевышнему и говорят, «О, Аллах, воссоедини нас на древней земле Кавказа». То есть они не теряли присутствие Духа даже в этих трагических ситуациях. И главное, они относились всегда по-человечески друг к другу. Понимаете, нет же у нас фактов взаимной вражды, нападения, уничтожения друг друга. Может быть, были отдельные личности, но их быстро притрунивали. Мне кажется, это такой урок всей нашей кавказской истории. И очень остро, очень ярко все эти такие аспекты человеческие просматриваются именно в материалах Кавказской войны. Для чего нам, конечно, ее надо изучать и знать. Спасибо. Спасибо вам большое. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Миш, ну чем тебе так нравится Ситилин? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта выдач. Низкие цены, ревые поставки от производителей. Миш, может, хватит уже. А еще у них сайт удобный. Супер цены на все в новом магазине Ситилин в Черкесске. Телевизор «Дигма» всего за 8290 рублей. Ждем вас. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас. Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети «Аптек Апрель» – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль-09». Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности – уход за растениями и сбор овощной продукции. Оплата труда сдельная. Заработная плата в среднем 55 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный социальный пакет. Гарантированы социальные льготы, выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Возможен вахтовый метод работы, проживания и питания. Полная информация на официальном сайте www.yujny.com Наш инстаграм – агрокомбинат «Южный». Внимание! С 1 мая по 1 декабря объявлен конкурс «100 лучших овощеводов». Справки по телефону 8-988-910-1040, 8-988-910-1095. Глава Республики Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием к жителям Республики, депутатам парламента, членам правительства, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы. В мероприятии также приняли участие представители духовенства, главы городов и районов Республики, представители судебных, правоохранительных и силовых структур, общественных организаций и многие другие. Глава региона подвел итоги прошедшего года и озвучил стратегические планы развития. С подробностями Мурат Жанкёзов. Рашид Тимрезов отметил, что минувший год поставил перед Карачаево-Черкесией сложные задачи. Прежде всего, по организации работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что система здравоохранения Республики достаточно быстро отреагировала на вызовы, связанные с пандемией. В кратчайшие сроки было развернуто 7 ковид-госпиталей на 1320 коек. На работу в ковид-госпиталях привлечено 1142 медицинских работников. Помимо федеральных доплат, инициированных президентом Российской Федерации, уже с апреля каждый работник красной зоны или ковидной бригады получал и региональные доплаты. На эти цели мы направили полмиллиарда рублей из бюджета Республики. На текущий год сохранены все социальные выплаты. Глава Республики объявил о новых мерах стимулирования рождаемости в дополнение к действующим. Так, в Республике будет введена новая выплата при рождении третьего ребенка в размере 35 тысяч рублей. А при рождении второго выплаты увеличат с 20 тысяч до 25. Участникам программы «Земский доктор» и «Земский учитель» в январе следующего года будет дополнительно выплачиваться по 100 тысяч рублей из регионального бюджета. В 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства направлено 3,3 миллиарда рублей. В соответствии с посланием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2021 году введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Все эти меры, безусловно, повлияют на увеличение рождаемости в регионе и улучшение качества жизни семей с детьми. В рамках доклада послания глава республики сообщил, что введены региональные доплаты работникам сельских клубов и сельских спорткомплексов по 5 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате. В год столетия Карачаева-Черкесии начнется проектирование, а с 2023 года и строительство сразу трех больших групповых водопроводов. Реализация этих проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением около 60 тысяч человек в пяти муниципальных районах. Многодетные семьи дополнительно получат 10 кубов лесоматериалов на строительство домов. Установленные для ветеранов Великой Отечественной войны все меры социальной поддержки предоставлены в полном объеме. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в прошлом году сельское хозяйство республики показало неплохие результаты благодаря мерам государственной поддержки. На государственную поддержку сельского хозяйства в прошлом году было направлено более 1,3 миллиарда рублей, в том числе 266 миллионов из регионального бюджета. Ее получили 860 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации агропромышленного комплекса. Благодаря реализации государственной программы развития Северно-Кавказского федерального округа в период до 2025 года, с 2016 года в республике начала возрождаться культура садоводства, которая, к сожалению, была утрачена в постперестроечный период. Флагманом развития садоводства является общество с ограниченной ответственностью сады Карачаева и Черкесии. Сегодня более 500 гектаров садов с интенсивного типа уже введены в эксплуатацию. Готовится к реализации один из перспективных проектов строительства современного горно-обогатительного комбината в Урупском районе. Глава республики назвал одной из главных целей стратегии развития республики на ближайшие пять лет создание 10 тысяч новых высокотехнологичных и высокоплачиваемых рабочих мест. Для этого разработают новую обновленную программу стратегии развития. На базе Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева состоялась научно-практическая конференция с участием международных специалистов по языкам и литературе. Она была посвящена памяти известных абазинских литературоведов и литературных критиков Владимира Тугова и Касая Баталова с подробностями Фатима Даурова. Владимир Батахович Тугов и Касая Жумарович Баталов это ученые из числа тех, кто стоял в истоках становления и развития фольклористики народов Карачаева-Черкесии, литературной критики и литературоведения. Две научные фигуры, две глыбы, на которых по крупицам выстраивался фундамент и крепкие стены процесса изучения и обучения родного абазинского языка в Карачаево-Черкесии. Труды ученых стали основной базой преподавания одного из самых сложных языков в мире. Проводить научные конференции в честь именитых ученых, оказавших большое влияние на развитие Карачаева-Черкесского госуниверситета, стало уже традицией. Как раз и получилось, что в этом году юбилей у них, и мы решили посвятить вот эту конференцию памяти наших товарищей, которые действительно очень многое сделали для становления и филологического факультета, но и научной составляющей нашего вуза. Карачаево-Черкесский государственный университет, естественно, гордится тем, что эти два выдающиеся деятели культуры и литературы народов Карачаева-Черкесии работали, учились здесь в сценах Карачаево-Черкесского государственного университета. На их примере мы воспитываем не только тех, которые обучаются по направлению абазиноведения, но и других представителей других народов, которые занимаются так или иначе родным языком, родной литературой, родной культурой. За организатором конференции выступило Международное Объединение Алашара. В ней приняли участие ученые и специалисты в области филологии из Карачаева-Черкесии, Абхазии, Адыгеи, Ставрополя и Дагестана. В ходе работы поднимались вопросы, касающиеся литературе, фольклора, языков народов Северного Кавказа. И одним из актуальных оказался вопрос сохранения национальных языков. Здесь лингвисты в один голос заявили о том, что одной из самых главных ролей в изучении языков отводится семье, где старшие с первых дней должны приучать малышей к звукам родного языка. Говорят же, человек, когда рождается с материнским молоком, должен изучать свой родной язык. И любой национальности человек, основой мышления является родной язык. Сперва мозг получает сигнал на родном, а потом отдаёт другие сигналы. Каждая мать, каждый отец, каждой семье, как родился ребёнок, должны на своём языке разговаривать. И научить своего ребёнка на своём, чтобы разговаривал. Аул живёт, язык живёт. Если вот такая ситуация возникнет, что, скажем, носители этих языков переселятся в города, то понятное дело, что сохранить этот язык в городе практически будет невозможен, так как на нём говорят небольшое количество людей. Даже язык, на котором он говорит практически миллион человек, это аварский язык, и у него появляются проблемы в городе, потому что многоязычие всё-таки приводит к тому, что обязательно нужен язык посредник. В данной ситуации русский язык. После обсуждения поднятых вопросов и проблем были подведены итоги конференции и принята резолюция, в которой предлагается разработать эффективные программы сохранения как государственного языка страны, так и родных языков Карачаева-Черкесии. Фатима Дорова, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесии, Карачаевск. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Миш, ну чем тебе так нравится Ситилин? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта выдач. Низкие цены, ревые поставки от производителей. Миш, может, хватит уже. А ещё у них сайт удобный. Супер цены на всё в новом магазине Ситилин в Черкесске. Телевизор Дигма всего за 8290 рублей. Ждём вас. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»